Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Англии в 6.00 по GMT. Мы ждем этот релиз и практически относительно уже совсем скоро. Далее в 9.00 индекса бизнес-оптимизма ZYG, где скорее всего нас будут ожидать крайне драматические и печальные цифры, способные еще раз напомнить, почему никто не верит в восстановление немецкой экономики, почему она скорее всего точно окажется в очень глубокой рецессии, и как все это должно повлиять на динамику европейской валюты. При негативном фоне я думаю, что маловероятно, что евро найдет в этом какой-то фактор поддержки для себя. Далее в 12.30 по GMT, роничные продажи в США после довольно сильных данных по инфляции, которые мы наблюдали на прошлой неделе. Я практически не сомневаюсь, что сегодня мы увидим еще один хороший показатель по американской экономике, который в принципе должен действительно быть поддерживающим для доллара, потому что рост потребительской активности это очень хороший задел для усиления показателя ВВП на будущее. И также в 12.30 в это же самое время, когда нашему вниманию будут представлены данные по роничным продажам, нас еще ждет отчет по инфляции в Канаде. Скорее всего годовой показатель останется на прежнем значении в 4%, но я думаю, что может быть сюрприз незначительного прироста до 4,1-4,2%, учитывая то, что сейчас происходит на канадском рынке продовольственных товаров и рынке энергоресурсов. Хотя здесь можно тоже сделать оговорку, это не какое-то локальное явление, это общемировая тенденция роста цен на нефти. И, конечно же, повышение цен на топливо должно способствовать сейчас постепенному, может быть, на текущем этапе незначительному, но все же разгону общего показателя инфляции. И много раз вам говорил, друзья, что любой признак, любая предпосылка, которая повышает инфляционное давление, ее можно интерпретировать и анализировать как потенциальный фактор или условие для ужесточения национальной монетарной политики. Давайте по порядку. Индекс доллара, текущая котировка 106 пунктов. Я думаю, что никто не расстраивается за коррекцию, потому что коррекция это обычное нормальное явление. Доллар уже доказал то, что он достоин находиться на более высоких ценовых рубежах и значениях, поэтому мы продолжаем копить вот эти факторы, которые подтверждают идею того, что доллар может выйти на новый локальный максимум, потому что каждый фон, каждая новость, каждый отчет, все это интерпретируется как условие для будущего повышения ключевой процентной ставки. Очень много на прошлой неделе было истребинных заявлений представителей американского регулятора, но не обошлось, скажем так, без оппонентов ястребов, тех, кто придерживается мягкого подхода, мягкой позиции касательно будущего вектора национальной американской денежной критной политики. В частности, это глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и глава ФРБ Чикаго Гулсби, которые считают, что тенденция снижения инфляции уже носит самый такой поддерживающийся механизм, который не требует дополнительных усилий со стороны Федрезерва. То есть американскому инкулятору можно сохранить ставку на прежнем уровне, на текущем уровне 5,5%, а инфляция все равно будет снижаться. Но я в этом, честно говоря, не очень-то и уверен, потому что даже последний отчет по инфляции нам показал то, что это снижение застопорилось, потому что индекс потребительских цен остался на отметке 3,7%. Я разделяю все-таки позицию тех, кто считает, что как минимум один раз процентную ставку еще будет поднять уместно. И напоминаю вам, друзья, что в пользу роста доллара, помимо ожидания повышения ставки, помимо геополитики, содержания протоколов последнего заседания Федрезерва, также еще и говорит риск недостижения компромисса по вопросу государственного бюджета. И эта тема будет актуальна ближе к 17 ноября, когда все-таки мы с вами снова окажемся не только мы, а все инвесторы на пороге потенциального шатдауна в США. И в таких условиях допускают, что рост американской валюты продолжится и индекс доллара будет цепляться уже за локальное сопротивление 107-108 и потенциально даже выше. Европейская валюта 1,0550. На выходных президент немецкого банка Яхим Нагель отметил, что инфляция остается довольно-таки высокой и то, что национальному регулятору необходимо проводить ограничительную политику, чтобы сдерживать экономический рост. Очень мне напомнила эта формулировка, один из стезисов протоколов последнего заседания Федрезерва. Но, видимо, действительно все регуляторы работают по одному экономическому справочнику и используют одни и те же инструменты борьбы с инфляционным давлением. Но при всем уважении к Яхиму Нагелю, все-таки за политику Европейского центрального банка отвечает Лагард. И Лагард явно сомневается в том, что прям остро необходимо сейчас поднять процентную ставку, учитывая, что происходит в целом с европейской экономикой. Я скептик касательно евро и считаю, что мы в ближайшие торговые сессии снова будем тестировать поддержку 1,05. Фунт против доллара 1,22. Ждем развития нисходящей динамики и движения к отметке 1,20. На этой неделе поводов для этого будет достаточно. Рынок труда сегодня. Далее у нас отчет по инфляции, потом еще ироничные продажи. От рынка труда. Сегодня особо акцент сделаем на динамику роста заработных плат, где потенциальное повышение может подготовить нас к тому, что завтра мы увидим необычные и очень интересные данные по инфляции в целом в Англии. Я думаю, что ошибаются те, кто считает, что инфляция в Англии в прошлом месяце снизилась с 6,7% до 6,5% и, скорее всего, она останется как минимум на отметке 6,7% или даже покажет рост. Это еще больше оборочит перспективы британской экономики. Доллар канадец 1,3625. Ждем снижения ниже отметки 1,35. Сегодня хороший катализатор для того, чтобы канадский доллар укрепился. Это данные по инфляции. Нефть тоже, в принципе, стабильна в районе 90 долларов за баррель. И это еще один позитивный фактор для канадской экономики, учитывая то, что нефть это один из основных экспортных ресурсов данного региона. Доллар иена. Ждем по-прежнему тестирование сопротивления 150 иен за доллар. Плохой отчет по промышленному производству Японии. Снижение на 0,7%. Это негативный фактор для валюты. В принципе, мы видели, что эта статистика и помогла доллару несколько упрощить свои позиции против иены. Замминистр финансов Японии Канда отметил, что, по сути, денежные власти, скажем так, и Центральный банк, то есть Банк Японии и Минфин, следят за ситуацией с валютным курсом и готовы вроде как помешаться. Но мы уже так часто это слышали, что уже не очень это и верится. И, в принципе, спекулянты сохраняют свою позицию в паре доллар и иена, потому что, если бы им было страшно, то, соответственно, мы бы не наблюдали за периодическим тестированием сопротивления 150. Давайте рисковать, друзья. И в данном случае ждать все же закрепления пары над уровнем 150. Но нам, конечно же, ценовые рубежи выше не нужны. У нас тейк-профит на отметке 150. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!